Дорогие друзья, мы с вами приступаем к вязанию юбки с ярусами и воланами. А вы знаете, может быть, потому что я недавно посмотрела исторические фильмы, и все эти кошные юбки, воланы, кружева пробузили невероятное желание почувствовать себя где-то там в прошлых веках. Впрочем, длинные юбки, многоярусные юбки, это всегда женственно, это всегда здорово, это всегда замечательно. Для первого яруса мы с вами свяжем 4 полотнища на всю игольницу. Первый край, который мы с вами будем провязывать, нужно, чтобы он хорошенько растягивался. Выполняем набор на плотности 1-2. Выполняем набор с разбором иглы одна через одну под полную фанговую резинку. В спицах такую резинку называют английской резинкой. В машинном дизайне это фланговая резинка, английская резинка или туковая резинка. Навешиваем гребенку. Самую длинную, которую у вас есть в комплекте, к машине. Навешиваем грузы. У меня легкая махеровая нить. Она не тонкая, но она легкая, что позволит сократить вес моей юбки. Провязываем первый круговой ряд на плотности 2-2. Переходим на сглаживающий ряд. И резинка нам нужна очень разреженная. Вязать мы ее будем на плотности 6-6. Провязываем ряд слева на плотность. Включаем счетчик рядов. Провязываем фанговые переплетения. 40 рядов на плотность 6-6. Провязываем 39 рядов. Провязываем 39 рядов. Провязываем сглаживающий ряд слева направо. Переносим все петли с нижней игольницы на верхнюю. я буду переносить с помощью краба если у вас есть краб это действительно быстро такой краб можно приобрести к машинам пятого класса и так мы с вами выполняем перенос петель для того чтобы переносить было удобно крабу хорошо когда язычки игл сразу отброшены поэтому предварительно я вам советую об этом позаботиться для тех у кого машины только однофонтурные такую же юбку в общем то похожую юбку можно тоже выполнить заменив фанговую резинку например ажурным переплетением например просто гладью связанную на плотности с большим значением ну а те же у кого машина все же двухфонтурная такая резинка отлично сыграет роль волана после того как ваши петли будут перемещены опускаем нижнюю петельницы и меняем двухфонтурная плечо калитки на двухфонтурную далее перейду на плотность 7 и провяжу 86 рядов на плотность 7 провяжите вместе со мной на плотности 7 86 рядов итак мы с вами провязали 86 рядов снова меняем однофонтурное плечо на двухфонтурное завозим пряжу вниз и возить плеча каретки поднимаем нижнюю гольность выдвигаем иглы немножечко вперед 1 через одну для последующего разбора если у вас краб есть shadowless если у вас такого краба нет выполните перенос петель любым удобным для вас способом и мы с вами снова берем краб берем его обратной стороной е1 и выполняем перенос петель теперь уже с верхней игольницы на нижнюю той стороной где нарисована единичка опускаем краб на выдвинутые иглы удостоверившись в том что все они попали на декера крабы переносим и опускаем на нижнюю игольницу я не делаю разбор игл на нижней игольнице мне потом это будет удобнее и быстрее выполнить разборной гребенкой иглы гораздо более статичны и это делать удобнее когда вы под уже статичный стоящий краб подводите иглы и вот таким образом выполняем желаемый перенос выполните разбор игл и скоро мы с вами закончим одну четвертую часть клина яруса яруса нашей будущей с вами ёлки после того как разбор игл выполнили опустите в положение а все иглы с помощью разборной гребенки один на один то же самое выполните по нижней игольнице проверьте что все иглы которые не должны быть в работе вы убрали из работы снова переходим на вязание фанговое переплетение возвращаемся на плотный ши шесть и вяжем сорок рядов фанговое переплетение провязав сорок рядов фанговое переплетение переносим еще раз все петли с нижней игольницы наверху кстати такая юбка очень хорошая тренировка а для быстрой дакировки петель чем бы вы их не переносили либо с помощью многоигольных дакировок либо с помощью краба но чем бы вы их не переносили это очень хорошая тренировка отбрасываем язычки игл для тех кто переносит либо многоигольные дакировки либо с помощью шадового листа вот таким удобным инструментом очень удобно и быстро опустить язычки игл это инструмент от такого вот мастодонта вязанных машин снова выполняем дакировку петель перемещаем петли с нижней игольницы не наверх после того как переносит и выполнили следующее что нам нужно сделать перевести нижнюю игольницу в положение H поднимаем все все иглы на нижнюю игольницу поднимаем плотность 8 отключаем сланговое переплетение провязываем один ряд справа после того как этот ряд провязан на один шаг опускаем нижнюю игольницу все петли с помощью любого многоигольного дакиров подвигаем к нижним иглам убедитесь в том что язычки узелочки петель находятся над иглами нижней игольницы вот здесь вполне возможно что некоторые петли у вас набросились на зубе верхней игольницы мне нужно было получить очень свободный край закрытого фанга поэтому длинные петли значительно больше чем это было нужно после того как мы все это опустили нам нужен петел ловитель кроме петли у ловителя хороший свет петля в петлю закрываем петли при этом не сбрасывая петли с нижней игольницы это позволит вам при закрытии петель с учетом того что петли более длинные чем требовались бы для закрытия сохранить ровный вытянутый край это позволит нам при отпаривании фанговой английской резинки полностью закройте все петли и и Итак, последняя петля обрезаем, в моем случае обрываем медь. Закрепили петли. Теперь все петли полностью у вас. С помощью гребенки, например, сбрасываем с верхней игольницы или нижней игольницы. Можно со звуком опустить в низ. Только придерживайте немножечко нижнюю гребенку, чтобы грузы не упали. Теперь мы с вами получили вот такую деталь. Пока вам, наверное, не понятно, что это, но ваша задача выполнить 4 таких деталей. То есть еще 3. После чего мы с вами продолжим далее. После того, как вы выполните еще 3 таких детали, отпарьте получившуюся деталь и работу продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует...